Всем привет, друзья! С вами 1.2KHouse. Мы играем в Zombie Rush. Главный создатель, как я понял, подзабил. Я ему только что писал. Он говорит, что поступил в МФТИ и больше не хватает у него ни на что времени. Но я не хочу заниматься антирекламой этого вуза. В общем, наверное, там хорошо учат, раз так всё плохо. Так, со временем. Чё, Zombie Rush фишка в том, что очень много довольно однообразных грейдов с одной стороны, но, с другой стороны, очень масштабные битвы с зомби, которые, надеюсь, увенчаются успехом. Правда, против нас Максим. А Максим очень сильный игрок за зомби. Так что, блин, боюсь, что всё-таки он нас разнесёт к чертям. Так. Не забывайте, кстати, что на следующих выходных в Питере будет сходка. Сходка подписчиков. Мы вот сейчас затарили книжек, будут клёвые призы, там энциклопедия, том-второй, все дела. О, кстати, сетка есть. О, у меня герой ловкач с ловкостью там уклониться. Шесть агилы. 48 дополнительных атаки, нормально. Так, то есть сейчас надо, получается, в первую очередь купить телепорт, а то и несколько, да? У меня, кстати, такая же фигня, ну, героя. Ну, типа и ты, и я ловкач. Ты ловкач, и я ловкач. Так, ну, здесь, то есть, мне не нравится, потому что надо делать очень много однообразных грейдов для того, чтобы развиваться. Это запарно. Так, ну, вроде все рынки я выделил, у меня их должно быть 5-6. А здесь есть, в каждом, типа, есть Select All-U-Markets. Воу. Вот это поворот. Да, это вообще, это просто чип. Технологии, ну, я, я, по старинке. Тоже выделил. Я по старинке. А где там технологии лука? В Академии, да? Черт его знает, а ты уже селез опилки загрейзил? Нет. Так, хрен мы с ними, с опилки-то. Да, я все-таки сначала селез опилки грейзу. Так, строю работника зачем-то. Так, технологический центр, наверное, нет? Мне кажется. Ну да, я уже тоже строю. Я уже лучницу строю, типа. А что-то зомби пока нас не нападают. Здесь дали время, что ли, людям развиваться? Вообще, он нападает уже вовсю. Где? На оранжевого. На сильного игрока, кстати. Блин, они как знали. Это, этот знаменитый мистер, берете числом. И чувствую, что сейчас все будет плохо. Так, возьмут числом, кстати, как раз. Берут его как раз числом, да? Отстой. Ё-моё. Надо к нему лететь, получается. Я лечу уже. Ну, сейчас вот последняя лучница буквально построится. И она, наверное, не спасет положение, капиталь. Ну, я лечу ему на главный дом. Надо же по очереди летать. Я взял своих лучников и надеюсь, что... Так, все, рынки лесопилки. Ну, то есть, ничего не происходит больше. А, да, они что-то этих рабочих убили и все. Так что я жду нормального нападения и лечу уже тогда. Так, а я покупаю у него телепорт. Ага, вот это, вот это хитрые. Они напали на другого. А у меня КД сейчас на телепорт будет. Ёшки-матрешки. Мне тут... Греция-то, а? Да. Какой-то толстый. Так, значит, Ctrl-4. То есть, надо технологии оружия, да? И технологии армии что-то такое, наверное, делать. Ну, верно. Потом там технологии лука. Ну, этот, все, все восьмого левела понадобится. Блин. Я всем написал, что, если что, чтобы сдавались. Потому что Макс действительно хороший игрок за зомбарей. И вполне возможно... Офигеть. 900 голды за этого. За зомбаря дают? За сильного зомбаря, который я с одной. Турецкий халиф первого уровня погибает. Эх, халиф, халиф. А где там? А кто-то вышел вообще в поле? Офигеть, посмотри. Ну, вот халиф и вышел. А что за фиды, блин? Да, так себе. Так. Ну, что, технологии оружия. А для грейда этих штук технологии лука, да, типа, нужны? Ну, они... Что, атакуют еще? Да, нет, но они катапультами атакуют пока. Они хотят всех рабочих. Нам, типа, здесь очень медленно летят выстрелы катапульт, поэтому надо этот... Ну, то есть, отводить, типа, рабочих из-под выстрелов. Чем более, они, по-моему, только на рабочих и действуют. Ого, у меня технологии армии, я уже 12-ый грейд сделал, за счет того, что я все эти лесопилки погрейдил. Так, надо купить, кстати, телепорт. А, он на КД. А здесь тоже есть телепорт. А это общий КД, что ли? Короче, ладно, в любом случае, скоро уже откатится. И, кстати, когда юнит строится, по-моему, нельзя ничего покупать. Там в бараке все дела. Кстати, еще можно телепорт покупать в городах обычных. А, да, КД все-таки отдельный. То есть, Дима у нас человек-убийца. Я буду... Шведская экономика. Икея там, табуретки буду собирать. Все дела. И они, кстати, серьезно нас собрались пробивать. Вот они нас гасят. А мне герой дали. Ну, что, чувак занял возвышенность. Я туда лучность могу своих положить. Он тоже расстреливает. А у него сильно меньше атаки, чем у тебя? 160? О, да, у него сильно меньше атаки. О, он как раз. Нормально, пока живем. Пока живем. Осадных скелетов убили. Даже великий Максим не может нас завалить. Но, конечно, этот Максим долго не играл. Может быть, у него скилл уже просел. Но все равно я, честно, я ставлю на то, что мы обречены. Украина решает финансировать технологии Лука. Ого, так быстро. А как так-то? А, у меня тоже уже есть она. Видимо, он ничего не делает. А вот я уже тоже решаю финансировать технологии Лука. Переметатели остались без работы. Так, и рынки давайте. Теперь делаем массовые рынки. Блин, теперь дерева не хватает. Лол, я там технологии армии наделал миллион. Ну, ничего, у меня очень большое инком дерево, поэтому, в принципе, плевать. Прикольно, что карта такая русско-английская. А розовый у нас кто? Розовый филидей этот. Видимо, тоже сильный. Так, ну что, у меня телепорт есть, в принципе, плевать. В случае чего я смогу прилететь в любое место галактики. Только они, наверное, атаковали будут в другом месте теперь. А зомби пошли, да, захватывать золотой рудник и на желудок. Все принимают язычество. Это что за новые приколы? Видишь, религия какая-то. Попал на где-то. Так, на желтого напали, я лечу на желтого. Ну, и, кстати, походу, его проломили. На него лететь что-то неудобно очень. Так, ну все, я прилетел уже. Ага, лесопилочки можно грейдить. Ух, они, конечно, дерево дают очень много. Так, а для следующих грейдов рынков надо технологию оружия уже. Ооо, это технология лука 15. Безумие, короче. То есть, ну, следующий рынок. Так, ты куда идешь, чувак? Блин, копьеносцы желтые зашли наверх. О, все, все, сняли. Сейчас еще желтым, наверное, завалят героя. Главное, ему вовремя сдаться, но не так рано. То есть, сейчас, наверное, пока рановато сдаваться. Надо героя, кстати, вражеского фокусить вообще обязательно. Он очень сильный, иначе всех тут порежет. Ну, я вот его фокусу вроде. Блин, все, слил он героя. Так, ты давай, мой герой милишник, лучше на халде стоять. Так, этот. Ооо, голда, голда поперла. Но, конечно, зомби сейчас будет очень много. Правда, после того, как человека пробивают, есть возможность... Кстати, сетка. Сетку, наверное, надо обязательно качать, чтобы они не могли там отводить всякие катапульты. Есть возможность строить очень сильных юнитов, ну, и сильных для раннего этапа. В лейте они, конечно же, бесполезны. Так, ну, я загрейзил... Смотри, вроде отбили его. Пилки, да, и, кстати, герой вон ложится, и стену отстраиваем. В принципе, нормально. Катапульт единственное, все стреляет и стреляет, но сейчас вот этот вот заблудшая душа, наверное, ее гасанет, если его не гасанет, в свою очередь герой. Так, ну, я вон уже... А, там Германию, кстати... Нет, стоп. Да, все правильно, Германию пробили. В этот момент. Пробили? А где она? Там пробили. А, ее просто... Здесь крысы, 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 крысы! Вы посмотрите, блин! Чертовы крысы! Крысы сжирают рынки! Е-мое! Сейчас, Вадимка... Слишком столпились. А, крысы же невидимы, да, пока не атакуют? О, голда! Вот это голда, пацаны! Вот это инкомчик! Вот это, я понимаю, инкомчик. Там проходят, прям через стены тоже, сразу отвлекаясь. Ага, иду. И куда? Иду, отлично. Во-первых, я защитил рынок, а без рынка очень плохо. Так, а лучники надо еще изучить. Я думаю, что я тут лук не могу. Так, что-то тут наши вышли, ребятки, пещериковские. И фидонят. Фидонят, фидонят. Во всю. Так, академия. Ну, вот этот пусть построит академию. А, герой-то, не, нормально пока все. Так, ну, они вот заходят сюда внутрь, Димин и лучники стреляют. В принципе, надеюсь, что мы их всех просто отстрелим. Ты, кстати, можешь сейчас героя. А, они заходят из другой стороны. Ёпрст, но вроде останавливается. Но там-то я бы на воздушную залезал. Там блин вечный, юнит шальные заходят. Там пока один только юнит, и что? Да, и свой герой туда-сюда. А, все, я убрал героя, на всякий случай. Так, вот, кстати, герой, герой, герой. А можно героя поймать? Нет, герой неподходящая цель, забавно. Жалко. Ну, ладно. Где был? Ого, ушел вложить. Все, да, сдох герой, отлично. Я, правда, вроде, за этот опыт не получил, но в принципе, плевать. Так, идем, учим технологию лука. В Украине есть тяжелые лучники. Ого. Так, и что, качаем. Качаем. 15-го левела над технологией лука. Офигеть. Все, быстро. Мое золото закончилось. Так, вышли мы, и можно гасить катапульты. Е-е-е, халява. У меня герой тут нарезает. Правда, далековато зашел у нас санктум. О, зачем у нас только таверну тут настроил? Типа как эти, как башни. Ну, точнее, как стены. Так, все, катапульты мы завалили. И сейчас еще отобьем рудники. Пещерик, видимо, не очень сильный зомби. Он очень просился за зомби, но... Кстати, вот корабль мой еще есть. Зачем он нужен, не знаешь? Не знаю, у меня тоже есть корабль. Типа, если что, уплывем. Так, ну мы что, мы забираем их рудник. Сейчас будем золото получать. Максовского героя можно завалить. Я фокушу его, в общем-то. Блин, у меня копьеносец почти сдох. Ну, потому что он толстый какой-то. Так, так, так. Битва в открытом поле. Главное, нам тут всем не остаться, конечно. Где мой герой? Я не могу его найти, что-то. Ну, что умер? Да нет, вроде. Где-то тут, но... А, ну, он у рудника. Ага, походу мы тут и останемся, потому что нету... Все, рудник, да. Домой улечу, походу. А что такое? Пополнить войска. Ну, потому что меня заперли здесь за стенами. Только тебя убивают. Ой-ой-ой, герой-герой-герой. Все, меня убивают. Моего героя, к сожалению, завалили. И все плохо. То есть, это было выманивание. Стратегическое чертово выманивание, блин. Так, ладно. Воскрешаем героя. Бургера нашего. Да епреста, что ты не воскрешаешься? Все, воскрешаем бургера. Так. А, тяжелые лучники, наверное, я могу уже изучить, да? Тяжелую пехоту тоже, пожалуйте. Ого, ого, ремеский пират, а там открой. Открой. А что там, где, кого надо открыть? Блин, рудник наш отхватывает. Недолго он был нашим. И, к сожалению, героя я слил, не получаю опыт. Но все, за все это время, желтый смог отстроить стену. Ну и к тому же, РХД мы, ну, зомби не взяли числом. И поэтому, он жив во Франции, есть тяжелые лучники. Так, а я пока учу технологии лука. Дальше, 10-го левела, следующее. Ну, кстати, в принципе, довольно скоро. Могу технологии армии качать, сколько угодно. О, я могу уже арбалетчиков учить, прикольно. Так, в принципе, можно построить какое-то количество арбалетчиков. А где они? А, бараки для лучников, это отдельное здание, да, какое-то? Так. Что там у нас есть? Фундамент. Шикарно написал. Так это, бараки для лучников отдельное здание, да? Не знаю. Стрельбище. Ребят, чувак сразу там. А, его пробили, потому что. Да, блин, тут между вот Францией и Германией, они бы хоть этот открыли, между тут, ну, друг другу оборота пока. Типа, чтобы бегать туда-сюда. Так, в этот момент, кстати, розовый захватил уже второй рудник. Розовый вообще молодец. Розовый, походу, вообще прям мастер этой карты. Так, покупаем телепорт, даешь кинку от телепорт, покупаем. И пойду еще в другой свой город, куплю еще один телепорт. Ну и буду устроить. Так, для тяжелых арбалетчиков. Что там надо? Технологии Лука 13. Ну ее, моя. Что такое? Ну, короче, не могу еще сам раздавалить. Номер какой-то стрёмный. Так, еще телепорт. Типа, если Максима фокусит героя, то он убегает, начинает. Полностью всеми, да? Да, всеми, не только героям. Так что это такая... Розовый арбалетчиков построил уже. Правда, блин, не до тяжелых, не так-то далеко, в общем. Даже не знаю, может зря. Хотя у них 1100 атаки. Так, а есть куда лететь вообще? У арбалетчиков есть арбалеты. Господи, мне бы так что сделать. В Англии есть тяжелые лучники. Добьем его хоть? Академ не добьем. Я как-то немного выпал из битвы, блин. Хотя... Так, ну 12. Но мне получается вот это вот, потом еще вот это вот. Короче, запарно. Кверлевская пехота 2020. Так. Вы не думайте, на этом развитие не закончится. Это игра скорее эволюция, потому что здесь ты эволюционируешь всю игру. В отличие от карты под названием эволюция. Так, а где-то рядом со мной был рудник вроде как. Можно его, наверное, выйти захватить. А ворота как сделать из стены? Ну, во стену нажимаешь, а там вроде как-то из ворота. Инкам. Так. Че, оп. 20-й левел. И лучники. И вот сейчас уже делаю королевскую пехоту. Так, закрыть. Я, короче, тут решил немного понаглеть и выйти в поле. Там крысы опять в этом. В Греции. Крисы, греческие крысы. Весь запас этого, дзадзыки съедят. О, а между, кстати, этими есть проход. Нет, такой, стоп. Четвертый проход. 12-й левел. Шерло стенами огорожен. Блин, я очень долго буду бить от трудних. Ну, кстати, вот здесь санкту, но я пытаюсь, что пирс атакой. Так, о, зомби пошли. А за зомби денег нету, да? А, не отдаются по сотке, ёпрстэ. Да нет, за всех юнитов есть деньги. Тойленый. Деревом, помогите, пожалуйста, господи. А что, арбалетчик-то не улетел, алё? Нет, а как тут это шифт, ничего нельзя зажать, чтобы много дерева передать, прикольно. А контрол? Ничего, ну, что угодно, зажми, не гуляйся. Так, всё, я теперь могу изучить тяжёлых арбалетчиков. Как моя судьба тяжёлых. Вот он, нападают, и сейчас. Так, в Швеции есть тяжёлые арбалетчики. Так, о, 1700 атаки, неплохо. Такс, такс. Чё там? Ага, ага, а он. Нет. Там они в поле дерутся во всём уже. Ага. Так, а кто есть ещё тяжёлый мечник? А кто там самый крутой этот? Королевский мечник. Королевский мечник самый крутой, или есть ещё более крутые? Есть. Чего? Жанглия, я не знаю. Так, королевский мечник. Немецкий или тяжёлый? Про лентинги, конечно, нифига. Непонятно, где драться. Я пошёл за свой рудник драться. Ну давай, я там с тобой выгляну. Ты где? Ну, сейчас я буду выходить из своих нижних, нижних ворот. Нижних внешних ворот. Так. Вот, в принципе, у меня есть чуть-чуть, чуть-чуть милишного прикрытия, чуть-чуть лучников. Ну и надо уже потануться, кстати. Давайте портануться, соберёмся. Мне кажется, уже такие, как бы лучницы мои. Да, твои лучники уже, конечно, так я. Тоже надо открыть ворота, видимо. Желательно. 1300 дамаги у королевских мечников. Надо телепорт купить, чтобы подходить. Блин, задолбались, зомбари перерождаться. Ты, кстати, понял? Из-за чего это происходит? Что, зубаки? Ну, они просто перерождаются. Просто каждый зомби несколько раз. Ого, вот это деньги попёрли. Вот это денюжки. Правда, герой тут подходит, андетский? Ну, надо его фокусить просто сразу лучниками. Ой-ой, мой герой тут тоже решил потанковать. Они отбегают прям. Видимо, лошадь. Давай за стены. Чего? Ну, за стены можно. А, ну вот как раз эти мечи. Мечники потанчат, они ведьмавка. Бежим, прибежим. Мечники, благо нам, да. Отдай там лучника, не знаю, одного двух. О, мечники попёрли. А можно своего добить, да? Блин, когда рыбок туда тут второй уже. Так, всё плохо, всё плохо. Так, надо уже, наконец, догрейдить. Вот, технологии Глубка 15. Стрелковое оружие. Нет, нет, нет. Так, гасим, гасим, гасим героя. Чё-то он нифига не гасится. Сулки какие-то уже я слышал. Так, 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 так. О, почти, 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 почти. Ну всё, ладно. И бьём тут под танкингом мечников. А где у меня все сдохли, что ли, блин? Так, ладно, я телепортируюсь. А чё я не могу телепортироваться-то? А, я уже телепортируюсь. Нет, чё-то я не телепортируюсь. А, блин, кто-то мне на дом телепортирует. Вот это просто in time, блин. Чёрт. А можно же только на главный дом, да, телепортироваться? Где-то там. Тебе говорят, но ты и так вроде прекрасно фармишь. Да, косяк. Косяковский косяк. Так, ну я уже скоро могу делать этих. А, я уже могу делать аркибузиров. А вот не могу. Нет, чё-то. Я, блин, чуть раньше сделал. Как бы не знаю, это всё у нас типа так. На порт плохо или хорошо, что я вот у меня вообще денег нет. Ну типа негде дефать. Формить прям. Ну это одновременно и плохо, и хорошо. Да, для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Ну, в общем, для нас хорошо, а для тебя, конечно, плохо. Ну как-то они, да, они не так активно нападают. А вон можно эту шахту отсказать. Так. Чё там? Ну, блин, конечно, очень много грейдов ты делаешь в этой игре. Я даже не знаю, стоит ли лесопилку улучшать, леса тут так много. Ну да, у меня 150 тысяч с дерева. А это золото две. Ну да, я вот сейчас технологии армии качну просто на миллион. Так, а что надо для этих технологий стрелкового оружия три? О, найс. Я уже могу делать из мушкетёров. Её величество. Здесь, конечно, нету вроде как такого прям серьёзнейшего рывка между мушкетёрами и не мушкетёрами. Да не должно быть. Всё-таки первые мушкетёры исторически были довольно спорными. Ну, кстати, да. Ну да, здесь всё-таки залучниками не следуют автоматчики, как в некоторых играх. Так, а для этих пять гренадёры. А гренадёры здесь что могут? Вадим, открою, открыт ворота. Гренадёры, по-моему, тоже как в Российской империи. Те же мушкетёры, только получше. Не ресурсы передавать, не рынок строить. Что такое? Так, ну ладно. Чего? Надо сделать последний рывок, и я смогу делать... А чего? Ну, я смогу делать гренадёров. А эти чуваки в гренадёров улучшаются? Не знаю. У меня всего один мушкетёр, так что, в принципе, не так-то важно. Так, сапёр и гренадёр. Кидает гранаты для уничтожения больших групп зомби. Ну вот, видишь, полезный. Ага, до пулемётчика, по-моему, там седьмой, да? А где драка вообще сейчас? Куда мне лететь? Да вот я тоже пытаюсь понять. Кстати, как нигде. Напишу, где драка? Копят силы. Уничтоженщика нам подавайте, ребятки. Укажите мне путь, говорит мой герой. Точнее, в лучнице. Что по рабочим сделать? Я показал, с прочим. Уровня, ну... О, в кузнице можно заказать различные предметы для героя. Чувачёв в кузнице? Можно в кузнице заказать различные предметы для героя. Ну, видимо, можно так. Я сейчас уже в пулемётчиков скоро перейду. Так, противники... Противники пока на первом левеле сидят. Сделали несколько грейдов. Но, я так понял, они типа мало грейдов сделали для того, чтобы поскорее, типа... Перейти во второй тир. О, здесь башню, вон, догадались построить. Башни здесь, конечно, адские. Скорость выстрела здесь значительно меньше, чем скорость атаки. Так, чего там у нас надо доделать этот грейд? А что там для следующих рынков надо? Технологии машиностроения. Ну, то есть, это пипец, как не скоро. Так, а мы в этот момент делаем пулемётчиков. И на данном этапе развития это лучшие чуваки. Эх, даже в Англии за четыре тысячи можно герою повысить силу атаки на двести. Ну, не так уж и много, кстати, ладно. Ну, есть же ещё и он эпоха пороха. Вашему герою характеристики. Близ тысячи хп. Это пороха вышла. Дороговато. Так, ну что, надо построить пулемётчиков, что ли? Слитки есть. Что-то пулемётчик 600 атаки. Надеюсь, у него скорость боя прямо это всё компенсирует. Так, современные пулемётчики ещё. Очень быстро стреляет. У меня будет, короче, этот один мушкетёр, милишник. И этот. И очень много пулемётчиков. Ладно, короче. Протонусь я это. Домой, а то. Масс пулемётчики, как масс Виверны. Так. Надеюсь, мне никто на дом не будет там это. ТПшится, если я решу отступать. Так. И надо обязательно, конечно, построить. А бункер из чего строится? Тоже из фундамента, да? Угу. Оружие новой эры, роботостроение. Ого, пулемётчики, конечно, устроили тут. Так. Ну всё. Сейчас мы тут устроим тотальную зачистку. Ой, ой, тут главный дом. Нет. Нет. Офигеть, я уже ушёл. Он ещё стреляет и стреляет. Так. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ох, хорошо все ложатся. Кроме героя. Опа. Я могу, конечно, к тебе протонуться, чисто ауру дать. Ну, на атаку. Так, 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 гаси его, гаси, гаси, гаси. Эх. Блин, тут радиус телепорта, конечно, сумасшедший. Э, ну, конечно, я денег-то наполучал тоже, но и под... Хотя я на всех расстреливаю, всё равно, хоть они меня и окружили. А, мой герой вернулся, лол. Уходи, глупец, уходи. А, пулемётчик ещё его заблочил. Ё-моё. Арканвар тут бежит. Ну, ладно, я наполучал денег хотя бы. Сейчас я их быстро потрачу. Если вы думаете, что я, Вадим, чё тормозишь, грейды не делаешь. Тут как бы очень... От того момента, о, у меня дофига денег, до, о, у меня ни черта нет. Очень, как бы, один шаг буквально. А где ты это всё, ну, в казарме второго левела строишь, да? Не, есть казарма для лучников. Ага. Так, наверху, лимёнчик. А, да нет, такая же казарма. А, да-да-да, да-да, да-да, это все, теперь все казармы. Есть какая-то для артиллерии, вот, это интересно. Ну, я думаю, не знаю, пока не охота их строить. Так, ну, я построил блиндажи, это очень важная тема, чтобы расстрелять, если что. Так, ну, я, конечно, поотдавался, но, с другой стороны, наверное, имеет смысл сейчас строить пулемётчиков. Они сейчас довольно сильны. Так, пару отменю ради грейда. Потому что... А, ну, 16 тысяч не забейте. Ладно, пойду зарабатывать деньги пулемётчиками. Правда, надо 5 собак убить, чтобы... Так, всё, сели. Молодцы. Строю ещё фундамент тут. Ну, где ворота-то, открыли. Такс, вы тоже... С тобой пойти. Да, с тобой в пользу. Хорошо, сейчас я пулеменчиков ещё дострою. Сверху ворота. Своих лучниц бедных гоняешь. Так, а куда мне их, ну, бьют, убьют, уже по-духу. Технология лука без... этот, устарела. Невозможно. Ну, ты знаешь, что Англия очень консервативное государство? Ну, да. Чаем будешь закидывать. Блин, я без телепорта вышел, конечно. Это может быть фейлом. А есть телепорт, это там. Верни, героя. Я уже отправил. Вкладывать. А я тут он расстреливаю. Ого, пулеметчики даже дом нормально гасит. Он же тут зубаки. Вот у собачки, блин, повернул бы их немного. А, ну, вон. Да, и пулеметчики очень сильны сейчас. Против первого тира они... Только герои сейчас четвичком 135 атаки даю. Так, собаки, прикольно, такая анимация прям, типа, один чувак стреляет, другой там ленту ему поддерживает. Ого. Так, главное не бить героя, я так понял. То есть, герой этот... Ты так своих лучей сбережешь прям, ого. У них-то хп, как-нибудь, герой, примерно. Антихеро. Добьют же, наверное, нет? Да. О, добили. А сколько денег дали? Две двести. Не очень много. Ой, все, я рудник захватил, найс. С рудником-то повеселее жить. Так, следует... У нас еще это все рудники. Вот давай еще этот захватим только. А, ну давай. Ой, я тут только опять дошел. Я думал, этот наш, но нет. Так, ну что, пора. Технологии артиллерии 6, технологии артиллерии 7. Так, и 8. Текс. Блин. Все еще не хватает. Ну и пошли, давай захватим у него. Правда, если мы все рудники захватим, у них вообще не будет денег на грейды. Это проблема. Так, 19-200. Ну вот сейчас, наверное, машиностроение пойдет. Еее. Сейчас я еще раз улучшу рудники. Лол, я уже этот им здание просто сношу. Ну и надо вот куда-то направо ходить. Я не знаю, как-то они... Так, надо справа, видишь, чуваки, где-то они там раньше всех изучали. Пещерик недоволен он происходящим. Ну, пещерик, конечно, не очень сильный. Давай, герой, герой фокус. Еее, 2-200. Макс тоже, конечно. Ну, я надеюсь, они когда-нибудь до второго-то левела апнутся. Ух, денег как сыпется-то, а? Так, все, значит, изучаем технологии машиностроения. Тем самым мы можем качать рынки свои. Это очень важно. Так, голубой тут еще идет. Ух, пулеметчики, конечно, устроили геноцид. Что за шаманы? Шаман какой-то у него есть. Видимо, язычество. Забавно. Взывает к силам ветра, земли и огня потихонечку. Это лесопилки, наверное, лучше. Что-то мы их как-то убиваем. Да, что-то как-то это не получилось на 2 часа игры. Ну, вон нижний, кстати, есть еще шахты. У меня тоже такие раненые пацаны. Ну, а, наверное, от главного дома в основном. Так. Ну, что там? Технологии 30-го. Ну, там, в такой игры, конечно, за Англию просто ужасно себя чувствуешь. Ну, то есть, она прикольно, когда там все нападают постоянно. Ну, ты типа формишь на убийство в начале. Так, роботостроение. Ого, технологии машиностроения 15. Офигеть. Так, можно за дерево грейды делать. Кстати, дерево уже начинает так чуть-чуть поднехватывать. Офигеть. В этот поворот. Видите, дерево все-таки нужно. Ну, так. Да, я думал, что типа все. Так, он тут пещерика. А-а-а. Все, опять главный дом тут стреляет. Так, что там сурен еле дамажит, на самом деле, ну, твоего этого пулеметчика. Ну, да, ну, что прям, совсем их уничтожать, что ли? О, натер. Греция там на оливках не очень. Заработала. Так. Я даже не знаю. Может, им денег скинуть? Можно. Пойду пулеметчиков отдам. Как раньше. Давай. Я, пожалуй, лучше не буду, потому что мне больше нечем форминить. Лох. Вон, я пойду вот этих толстых бить, которых я не пробиваю ни черта. Хотя он за них 1800 дается. Ну, и как бы этот. Это отдача. Ну, то есть, я в любом случае встал под здание. Да, блин, 37-й левел. Сколько вам надо-то уже? О, кстати, десантники уже тут. А, блин, надо встать-то, опыт получать. Что-то моя отдача как-то, она, знаете ли, это... Ну, чуть-чуть отдал. Тут уже, вон, пушки. Но, правда, главный дом мы особо не пробиваем, что хорошо. Халиф. Да, я так людей настращал, что только сильные пацаны, только сильные. В итоге у нас очень опасные зомби. Бойтесь. Ну, вот. Все, доиграли. Да, и у меня что-то дерево закончилось. Даже числом не взяли нас. Да. Россия заказывает первую партию ружей. Технология лука устарела, лол. Это Россия у нас как-то не очень развилась почему-то. Как это чувак, как раз карту не качал. Ну, может, на него нападали, не знаю. Так, ну, я не знаю, у меня уж денег вообще-то чертища с таким количеством, ну, с таким грейдом рынков. Сейчас уже в дерево начинает упираться потихонечку. Ну, я просто не буду грейды за дерево делать. Надо добивать уже, походу. Да, да, добиваем. Пещерик уничтожен. Вот так вот, пацаны, видите? Все, Европа в безопасности. Изи. Все живы, все целы. Да. Прикольная, конечно, карта, но с другой стороны, знаете, вот представьте, мы сейчас будем ромака, и я снова такой, технологии лука, технологии хренука, там туда-сюда, туда-сюда. Это, конечно, то, что я вот пытался в описании конкурса довести до людей. Для этого, ну, одна из причин. Слушайте, ребята пишут, что голда не скидывается между зомбаками. Типа, в этом была проблема. Инновации, блин. Угу. Ну, вот, я играл версию 14-го года, и в 16-м году, там, в начале 17-го, и, видимо, я правильно поступал, потому что там все было как-то понятнее и просто. А здесь, получается, просто то, что из-за того, что у них не скидывалась голда, это много чего уничтожило. Ну, значит, надо будет искать версию, где голда скидывается, и будем, получается, ну, запишем, наверное, еще видосик когда-нибудь. Ладно, всем пока. Пока.